Данное видео, здравствуйте, Валерий Бусиновский, мы рассмотрим откуда берется непонимание кода и как делать определенным образом, чтобы был понятен код. Итак, школа spb.tl.ru, вы знаете, это не урок, просто я хочу, чтобы вы поняли смысл. Больше я пишу это видео для участников, чтобы они подметили, вот как мы проходим. Итак, обратите внимание, когда мы начинаем с нуля, здесь есть несколько пунктов, а потом начинаются функции python, функции config, функции gc. Ну, во-первых, с python однозначно надо работать в JupyterLab. Теперь задайте себе вопрос такой. Если взять языки, такие языки программирования, как python, kotlin и javascript, что там основное? Правильно, функция. Если взять go, ну тоже, но очень много языков современных, которые мы изучаем, да, это строительный блок основной функции. Но здесь не все так просто. Не получается все применить ко всем языкам. Значит, мы начинаем с python. Почему? Потому что python имеет классическую систему функционального программирования. Классическая система функционального программирования, как правило, и в большинстве языков, имеет четкое разграничение по параметрам. Поэтому первое, что мы изучаем, возьмем на примере, допустим, devmyfun, да, мы изучаем параметры. Парам 1, парам 2 и так далее. Мы изучаем параметры. И следующим пунктом мы изучаем вызов. Я так, к примеру, я просто, чтобы акцентировать внимание. Я вам говорил, должно происходить три вещи, какой бы вы код ни открыли. То есть мы открываем код, а мне нравится проект Bivari. Мы на нем берем код. Это Russell Kate Maggi, один из ведущих разработчиков Django, который компетентен в любой части Django, то есть профессионал, но у него есть свой проект, да, Togo. И мы должны, по сути дела, взять любой код, да, и смотреть читать. К чему я хотел сейчас вот проговорить. То есть в данном случае, в данном случае, сейчас возьмем Jupyter, откроем. В данном случае мы получаем исключение. Иными словами, я говорю, что делайте функции, мы их рассмотрели подробно до тех пор, пока вы не сможете четко считывать параметры. А у Python их самое большое количество по сравнению с Kotlin и JavaScript, да, очень строго. Позиционные, именованные, только позиционные, только именованные и так далее. Мы считываем параметры, считываем, четко понимаем, как вызвать до вызова, и четко понимаем, если мы не укажем в данном случае позиционные параметры, не передадим позиционные аргументы, то получим исключение, отсутствуют два позиционных аргумента. То есть эти вещи должны считываться моментально. После мы переходим к Kotlin. В Kotlin мы четко понимаем, что, оказывается, взята система с строгого функционального программирования, имеются позиционные, именованные параметры, в год тоже имеются, кстати, я давал домашнее задание, сам проверял. А вот когда доходим до JavaScript, там все становится с головы, с ног на голову. Там получается следующая вещь. Там указано на сайте Mozilla, в принципе, что функция определяется, 2 и так далее. То есть функция определяется формальными параметрами, здесь нет понятия позиционных, здесь есть понятия именованные, да. Но, тем не менее, что получается? Когда у нас в голове есть система, все-таки разработчики JavaScript, они конкретно указывают, что JavaScript относит себя к языку реализующих функциональную парадигму программирования. Знаете, я долго порылся в коде Django, в коде Russell Kate Maggi, но вот такой вещи, то, что себе позволяют разработчики, да, JavaScript, например, указать именованный параметр, а за ним просто параметр, да, формальный, мы не будем называть позиционным, не позволяли. Мы с вами проверяли в школе, что в данном случае вообще никакой логики нет. Когда одни только такие формальные параметры, то JavaScript срабатывает четко. Параметры передаются слева направо, в любом случае по ходу. Иными словами, когда вы изучаете со строгих языков, у вас в голове закладывается определенная система работы с функциями. Что начинает отделяться? Начинает отделяться зерна от плевел. Вы начинаете, мы с вами начинаем четко понимать, что во всех языках есть функция, которую мы изучаем, и в функциях есть параметры. И этим параметрам можно передавать аргументы, то есть при вызове. Это тоже мы понимаем. И здесь, здесь происходит следующее. Оказывается, дальше нужна определенная стратегия. Стратегия заключается в чем? Что сам Python можно изучать просто изучив функции и дальше изучая классы, как мы делали. Почему? Потому что ни влево, ни вправо Python вам не даст уйти. Там весь код регламентирован строго, и лево-вправо он выдаст исключение. То есть вы научитесь в любом случае. В Kotlin там будет немножко сложнее, так как ошибки там не очень читаемые, по сути дела. Но тем не менее мы проверяли, все так же строго работает. А вот когда приходим в JavaScript, тут оказывается совсем другое. Тут надо понять две простые вещи. Подойти к нему вот то, что мы дальше и продолжим. Заметьте, мы вот здесь тормознулись. Потом перешли к ноде, чтобы научиться работать, так как с нодой будем работать. И начали работать с разработкой. А именно отрабатывать систему, в первую очередь, отработки кода. Без системы отработки кода, что такое система отработки кода? Вот у вас есть код, и в большинстве случаев код устраивает людей какой? Что, ну, что-то понимаю, что не понимаю, потом разберусь. И это и есть система. Проходит год, полтора, два, и человек опять ничего не понимает, писать не может. Код вроде понимает, а писать не может. Ну, так вернитесь назад. Вернитесь назад. Если, вот смотрите, я говорил, что когда мы изучаем функции, изучаем их от и до, в трех языках. То есть, хорошо, берем, пропускаем. Вот берем и пропускаем. Пропускаем. Мы не изучаем толком параметры, не изучаем вызов и не понимаем исключения. Получив самое простое исключение, мы что делаем? Лезем в поисковик и видим еще кучу людей, которые поленились. Поленились, да, и с такими же исключениями куча вопросов. То есть, этих исключений быть не должно. Либо, если вы его получили там, просто посмотрели, ну, не туда, то быстро исправили. Ну, не полезли в поисковик, не имея представления. Итак, на выходе что мы получаем? На выходе получаем мы мутную работу с функциями, если не изучили. Мутно. Ну, кое-как. Кое-как по старой системе на троечку. Да, что-то там ухватили, что-то нет. Переходим. Что потом дальше? Классом. Здесь, сейчас немножко вернусь назад. Вот с функцией это подход правильный. Хотя с 2013 года я давал по классическому моменту. То есть, сначала рассказывал, что такое типы данных, например, Python, что есть строка, есть список. А сам вспоминаю. Вот помню, изучаю я типы данных в 2009 или 2008 или начале 2010 года, уже не помню. И думаю, а нафига все это мне нужно? Когда же я писать буду? А думаю, так что я и в 2013 я давал так язык, потом все эти уроки убрал сейчас. А вот когда мы начинаем с функции, функция это уже действие, да? То есть, это, во-первых, действие, это главная единица в языке. И это то, что, в принципе, и надо знать. Почему? Потому что функция в классе это метод, да? Все. В Python там есть первый аргумент еще, но это уже мелочи. Но ведет себя она как функция. И самое интересное, что, по сути дела, те же числа, та же строка, да, человек, пусть новичок, когда ему говоришь, что строка это набор символов, новичок все равно ее как-то ассоциирует со словом, но как-то ассоциирует. Поэтому худо-бедно мы начинаем функции изучать и типы данных такие, как там строка и числа, да, где-то там списки используем. Человек все равно, когда я привожу примеры, допустим, списка Python, списка составления в магазин, человека ассоции все равно рождаются. Но что происходит на самом деле? На самом деле, если он начал бы с типов данных, то, в принципе, где-то там прошел, проскочил, а потом, а нафига мне эти нужны? Они нужны. Но когда мы работаем с функциями и работаем ограниченно, и нам не хватает вот этих действий, инструкций дальше, if-else, try-exempt, не хватает как-то куда разместить эти данные, у нас внутри рождается определенная потребность, да, что вот мы понимаем, что это нужно теперь. Все становится на свои места. Но теперь информация для участников школы. Я не собирался вот этот раздел писать, так как в подготовке я написал систему отработки кода. У нас есть определенный код, да, и как мы с ним работаем ежедневно. То ли мы проскакиваем, то ли мы что-то понимаем, что-то нет. Я решил, когда получил один из ответов, вот он, молодец, и сделал, вот как все делают. Когда спрашиваешь, что такое сельф, вы знаете, ведь ни одного правильного ответа не было. Вот сельф, это способ описания любого объекта, буквально правильно является ссылкой, используя доступ в переменном. Ну, будем говорить так, написано чушь. Близкое пониманию, я четко понимаю, что в данном случае человек нашел информацию в интернет, такого второго, будем говорить так, далекого от реальности другого человека и написал. Наверное, так. Так, и вот понадобилась данная система для того, чтобы пройти. Я говорю, ребята, вот есть в принципе очень простые, и я их сейчас с вами в коде прохожу, почему я говорю про эту систему. Что наша задача научиться работать с доками. Наша задача научиться работать с официальным сайтом. Давайте залезем на официальные сайты, мы залазим в этих уроках, просто я показываю. Смотрите, вот слово сельф, это способ описания любого объекта буквально. Садись, дурак, тримай одинку. Ну, я бы так сказал. Я такой же был, ребята, раньше, так что не обижаемся, а говорим спасибо этому парню. Хорошо, лезем в документацию. Сельф, это просто условное имя для первого аргумента метода. Ну, наконец-то, по сути дела, сельф для нас определяет, отделяет функцию от метода. И тут мы начали смотреть. Ведь я ж не зря говорю, ребята, начинайте Python изучать сельф. И тут вступает система. Либо человек пробежал сельф, пошел дальше. Значит-то, смотрите, мы себе рисуем палочки сейчас, где мы там рисовали. Функцию мы прошли мутно, да. Пришли к классам. Взяли там некий сельф. Вообще этот сельф никто не знает про него. Это Бовсуновский придурок пришел тут такой и говорит, вот начинайте сельф. А мы ж умные, нахрена нам эта сельф? Мы сразу в наследование. Да и сам дурак был такой в 13-м году давал. И все курсы как один. Знаете, как делают? Они дают что? Они дают, вот если, смотрите, тут же дураки тоже составляли учебник, да, для Python классы. И наследование поместили в конец. Что делают большинство курсов? И я так давал в 2013-м году, так что считайте, что я, тоже мне можно сказать, садись, дурак, тримай одинку, как ты учил раньше людей. И, сейчас, секунду, сейчас, в конце, аж вот где прокрутка, начинается наследование, да, и вот все изучают наследование. А потом что происходит? А потом происходит ай-яй-яй. Вдруг начинают путаться под ногами некие иниты непонятные, ну, в принципе, что делает человек? Он посмотрел, ну, все, в принципе, одинаково пишется, да? И он же наследование изучает. Он же классы изучает. Он теперь, ух, и он начинает изучать некое там наследование, это нужное. Да, нужное, но не в этот момент. А само понятие методов у него выпадает. Ну, а не как бы сами собой. Потом он долго полгода путается, что это за нижние подчеркивания, какого хрена оно тут делает, и как запомнит, где его писать. О, бля, о, в жопе теперь. Оказывается, функции знаем мутно. Ну, это херня, че там функции? Сельф, ну, да, кое-как, нечто там написали, бла-бла, херотень, да? Ну, что-то пошли к классам, наследование. Ох, мы изучаем ООП. Э, фигня, что мы вроде бы понимаем, писать не можем, но, ох, мы же сила. Проходит год. Вот, два. И что получается? А что-то вроде этого. А что-то вроде этого получается. Вот, если взять тут-то. Эх, нет. Сейчас, секунду. Если взять тут-то уровень, а тут время, да, не буду я сейчас уже ковыряться, то оказывается, год проходит, а мы тут, а потом еще вот тут вообще опустились. Бо, мы же забыли, мы не знали, там, что там. И что мы начинаем делать? А, мы начинаем упорно трудиться над над методами. Неделя за неделей выяснять. А что ж, эти методы с двумя нижними подчеркиваниями. Что ж это такая зазверюга? И какого черта эта гадость путается у нас под ногами? Ребят, а скажите, пожалуйста, неужели нельзя было сделать так, как Буфсуновский говорит, после 11 лет преподавания Пайтом? Смотрите, мы могли быть, знаете где? Через год. Сейчас я. Вот на этом уровне. Очень далеко. И расти вверх. Ой, ну как обычно найдется куча людей. А что же это такое за эти дурацкие методы? Вот эти вот. Ребят, так я же одним предложением объясню. Методы с двумя нижними подчеркиваниями, они вызываются автоматически. Их не надо объявлять. Надо их просто участие. И они будут делать работу. Иными словами, их штук 20. Что вы скажете, трудно запомнить 20, что ИНИТ передает данные, что ДОК печатает документацию. Ну напишите себе раз. Да, если вот я, допустим, сижу, вот Буфсуновский, я совсем тупой, но я же могу взять ручку в руки и написать 20 предложений. Мне просто надо знать, что делает метод. И второе надо знать, секрет, это просто участие в коде. Вот он автоматически работает. Методами с двумя нижними подчеркиваниями работает автоматически. Боже мой, я что-то сложное сказал. Да, по-моему, ребенок 6 лет поймет, что если работает автоматически, значит, мне что надо разобраться, а что это он делает. Но разобраться-то это надо было, когда я говорю, а не потом. На первом этапе. Значит, для участников школы, чтобы не было, да, обращаю внимание еще раз. Классы. То есть, есть ли функция, ставим все на места. Есть ли функция, основной объект программы, основное то, что делает действие. Значит, просто берем и проходим уроки. Пусть затратим две недели. Но это ж не год, это две недели. Пусть затратим две недели на Python, после Python один день на Kotlin, потому что в Python мы разбираем. Ну и GC здесь надо будет немножко потрудиться, потому что там немножко другой подход. Но тем не менее, я говорю, когда человек готов работать с функциями, когда происходят три вещи. Не как-то там, а вот как ты прошел функции. О, я прошел. Ну а как? О, я прошел. Ты знаешь, я могу. Охрен его знает, говорит, что я могу. Так вот, начинаете с Python и должно происходить три вещи. Вещь номер один. Автоматически считываться параметры. То есть, если вы сидите и думаете, да, это параметр, но не представляете, что это позиционный в Python, то значит, садись, дурак, тримай одинку. Дальше тебе в языке пока делать нечего. Сиди, учи. А спросите, ну на самом деле, то, ребят, ну подождите, это же тоже очень сложно запомнить. Если здесь нету присваивания, то есть, нету знаков равно, значит, это позиционный параметр. Ответ один. А именованный с знаком присваивания. Ну, это уже очень сложно. Согласитесь, что весь все просто. Просто надо один раз пройти. Считываем. Второе. Считывание. Моментально. По взгляду. Раз, навсегда разобрали, забыли. Второе. Вызов. Вызов. Без. Задумки. То есть, посмотрел, я сразу понимаю, мне надо передать, указывается в скобках параметры, передаются аргументы. Да, то есть, мне надо передать один аргумент. Почему? Потому что второй по умолчанию заменится. Передаем, проверяем. Например, да. Давайте проверяем. О. Смотрите. Не получилось. Оказывается, что-то не то. Давайте думать по-другому. Опять не то. Во. Это не то. Во как бывает. А почему бывает? А потому что, ну, не может быть сначала идти именованный, потом позиционный. Просто так не может быть. Потому что это язык не запретит. То есть, запретит. Если бы вот так было, то было бы немножко уже по-другому. И опять не то. О, блях. Один позиционный аргумент. А мы по RAM 2 передали. Смотрите. По RAM, по RAM 2. Ну да. Ну смотрите, сколько вариантов. Ну давайте попробуем вообще убрать. Просто возьмем, так сделаем. Вот, работал. Ну слава богу. Что сложно? Да сложно. Вот ничего нету. Пару правил выучить. Вызов. Со взгляда. Третье. Исключение. Исключение при неправильном вызове, при неправильном передаче параметрам именно. Как-то стало на места, все, вопросов больше нет. Дальше, ребят, школы, смотрите. Мы переходим к Kotlin. Ну уже нам надо один день. Мы с параметрами разобрались. Там надо только правила изучить. Все, все намного быстрее. JavaScript, ну, тут своя тематика. Тут нам надо разобраться тут нам надо разобраться с контекстом и областью видимости. Потому что JavaScript JavaScript немножко по-другому все. А где это я хотел открыть? Ага, вон. Там все проще. И все запутаннее. И там зависит уже от других. Они говорят, у нас есть формальные параметры. Они не называют их никак. Они просто называют. У нас есть параметры. Иными словами, они говорят, у нас мы придерживаемся, ведь они говорят так, мы придерживаемся функционального программирования. И действительно, когда у вас появляется какая-то система в голове, относительно которой вы начинаете думать, и вы начинаете проверять. Мы с вами проверяли в JavaScript. А что проверять? А когда мы передаем аргументы и здесь нет имени, то они передаются слева направо, тут нет позиционных, но они передаются строго. Но как только мы вложили здесь имя, а потом без имени передали, то мы с вами в школе проверяли, то все летит к черту. то есть все-таки какую-то парадигму они вложили. Но чтобы понять JavaScript, надо хотя бы какая-то система, относительно которой вы будете отталкиваться. И когда у вас есть строгое функциональное, по крайней мере у вас есть с чем сравнивать. Да, там свои законы. Почему? Потому что когда мы приходим в JavaScript, и вот это я уже оставил на после, да, сейчас, то есть нам надо выучить 12 концепций. Самая главная концепция, которая заложена в язык, это научиться различать контекст и область видимости. И что это такое? Вот эти уроки я подготовил, то есть мы разберемся. Но JavaScript становится на места. Я не буду про него рассуждать дальше. Мы все в уроках посмотрим. В любом случае нам надо разбираться с реализацией, так как опять же с параметром у нас все в порядке, да, то есть идем дальше. Не то я нажимаю. классы я говорю, что ребят, надо начинать с сельф. Что мы получаем? Мы получаем, что человек проходит сельф, но я говорю, вот тут есть система, ребят. Я ее разместил в разработке и показываю вот систему отработки кода. Вот как мы работаем над кодом. В первую очередь научись нас работать с документацией. Это самое главное. оказывается, когда мы начинаем работать сельф, мы в первую очередь идем в документацию и видим, что это сельф это имя первого аргумента метода класса. То есть для нас появляются три понятия аргумент, метод, класс. И действительно, если мы заходим в понятие классов, то почему-то мы пока этого сельфа не видим. Но тем не менее, я с простого кода написал десять уроков. Мы здесь предлагается рассмотреть области видимости. Мы их десять уроков рассмотрели, оказалось все просто. Вот дальше у нас наконец-то начинает наш сельф появляться. И вот тут, ребята, надо заострить в трех языках внимание на методе. Ведь функции мы изучили. Метод зачем он, что он делает, каким образом он делает, что передается, кому передается, при каких условиях передается. Когда мы подходим к классам со стороны метода, что мы делаем в школе, наконец-то нам придется разобраться сразу с оценят, наконец-то разобраться с моментами передачи, что кому как, а дальше уже действительно без разницы. При наследовании одно будет передаваться, при абстракции другое, то есть овладеть надо методом и это же самое сделать в Котлиной и в Джесси. и вот тогда ООП будет то как раз таки как положено, да, то есть асельф я же специально даю, почему, потому что это нутро, оно определяет все, асельф это отделяет метод от функции. При этом много споров в интернет, особенно по Пайтон спорит одно ли тоже функция и метод. так посмотри в документации, там написано метод это функция в классе. О, оказывается все-таки это функция. Спорят, доказывают. Зачем спорить? Научитесь читать документацию. И там довольно много пунктов. Вот тогда мы начинаем изучив функции, потом особенности методов, особенности заключаются в применении передагрузки операторов, применении уже просто других вещей таким же образом, как функции. Ведь здесь тоже работают все законы, которые мы изучали. Только надо разобраться и поставить несколько вопросов для себя. И все остальное потом уже придет автоматом, оно будет понятно. Потому что мы будем думать не о наследовании, как там, а потом у нас будет все это путаться под ногами. А мы будем думать, если мы пишем класс, а что мы с ним будем делать? Абстрактным, наследовать его будем, или будем делать интерфейсом, и тогда нам в голову приходит, какой мы метод напишем, мы думаем. все это я рассказывал свой стиль обучения для того, чтобы по сути дела все сводится к одному. Работа с документацией и у нас появились вещи, которыми мы начинаем размышлять в программировании. В функциях мы размышляем параметрами и вызовом и дальше при помощи определенных действий там try, except, if, else, выбора делаем какие-то действия. В классах в первую очередь мы начинаем думать методами. Метод. А метод состоит из чего-то, из какого-то кода. А дальше мы думаем, мы хотим иметь четкие параметры, которые передадутся. Например, мы описываем в зоопарке, нам четко надо, чтобы было передано, что в зоопарке есть первое, второе, третье. Значит, мы думаем, мы такой метод пропишем. Либо мы будем описывать 10 зоопарков, значит, мы вообще абстрактно начнем. И вот здесь сельф на самом деле он дает на все это выход. Во-первых, это первый аргумент метода, во-вторых, значит, все-таки метода, значит, метод, а что такое метод? Это функция в классе. А что такое класс? Дальше изучаем. Вот тут становится все на места. И мы легко приходим к методу. А потом уже все остальное. И здесь мы начали еще и ноды. Но пока мы начали того, чтобы разобраться с нодой, как оно работает. А потом на нем будем отрабатывать JavaScript. Вот так все просто. Это просто был рассказ, да, чтобы вы задумались. А к чему я вел весь разговор? А к тому, что, ребята, система должна быть у вас в голове. Вы можете открыть книгу и читать. Там заложил автор систему, но у вас вылетело, влетело и вылетело. Когда же мы конкретно говорим, что сейчас мы будем изучать параметры, потому что мы параметрами можем рассуждать. надо один параметр, два, три. Ими мы будем думать, а нам они нужны, мы понимаем. А как мы поймем, что мы функцией владеем самим об, самим, значит, ага, я умею считывать. Написал 10 функций, легко считываю, открываю код, считываю, понимаю, отмечаю про себя, вызвать как, понимаю, если я что-то не укажу, ага, понимаю, отлично, я чуть-чуть понимаю. Ну, на самом деле, там много пунктов в системе отработки кода. Есть система, вы не запутаетесь. Все, спасибо. spb-tut.ru используем, путеводите, все получится. Субтитры создавал DimaTorzok